Проект «Гифтед» рассказывает о детях, которые, несмотря на свой юный возраст, уже решили, кем хотят быть и чего желают достичь в жизни. Они выбрали непростой путь, полный множества задач, труда и постоянного саморазвития. Именно это и делает их уже сейчас признанными, успешными и знаменитыми. Каждый ребенок — это маленькая вселенная, полная самых разных чувств, мыслей, фантазий и возможностей. К тому же каждый малыш от рождения наделен еще и талантом, возможно, даже не одним, призванием, которое обязательно поможет ему реализовать весь свой потенциал и стать успешным во всех смыслах человеком. В первые годы заметить его могут лишь мудрые и заботливые родители, внимательно присмотревшись и прислушавшись к своему ребенку, создав все необходимые условия для его развития. Алия Баталова, например, никогда и не думала, что уже в 13 лет станет кандидаткой в мастера спорта по художественной гимнастике, в активе которой к тому времени будет 16 золотых и столько же серебряных медалей, а также множество призовых мест по итогам республиканских и международных соревнований. Весь этот успех на первых порах было бы невозможно представить без чутких родителей Алии, которые с радостью поддержали дочь в ее спортивных начинаниях. Также не обошлось и без случайного стечения обстоятельств, благодаря которому будущая гимнастка уже в пять лет поняла, чем на самом деле хочет заниматься. Я тогда очень болела сильно, могла там пять дней ходить в садик, две недели лежать дома. И мне врачи назначили гимнастику, какой-нибудь активный вид спорта. И, ну, так как мама меня не отдавала никуда, у нас по телевизору показывали там физкультуру, и я за ней повторяла. И потом я решила, что мне нужно прийти все-таки на гимнастику, и попросилась у мамы. Мама меня сразу дала. Долгие тяжелые тренировки сделали свое дело. Алия стала сильной и выносливой не только физически. Она закалила характер, выработала в себе волю к победе, по-настоящему поверила в собственные силы. Глядя сейчас на эту тонкую, изящную гимнастку, порхающую в воздухе с мячом или лентой, сложно поверить в то, что когда-то она была слабым, болезненным ребенком и в спорт пришла по рекомендации врачей. Первое время было трудно, приходилось заниматься больше, чем остальные девочки в группе, оставаться после занятий, чтобы снова и снова учить свое тело работать сквозь боль и неимоверную усталость. К тому же художественная гимнастика требует не только хорошей физической подготовки, есть и другие требования. Первый тренер, ее зовут Исида Ахтаровна, она очень любит эстетику, всегда за лохматые волосы, неаккуратные шишки нас выгоняли из зала, ну, как бы заставляли все аккуратно делать. Также она нас учила дисциплинированности, она меня познакомила с художественной гимнастикой. А также еще у меня есть тренер, который они параллельно меня тренировали, это Светлана Анатольевна. Она тоже очень замечательная, и на тренировках она строгая, требовательная, обнизала, добрая, с ней можно пообщаться, поговорить. Тренер в жизни любого спортсмена играет ключевую роль. Встретить наставника, который поверит в тебя, научит слышать свое тело, эффективно работать с ним и обращать свои слабые стороны в сильные – большая удача для каждого, кто мечтает о чемпионских титулах. Алие в этом смысле повезло. Последние три года она занимается под руководством тренера высшей категории Алии Жумановой. Вместе с ней юная гимнастка значительно улучшила свое мастерство и защитила кандидата в мастера спорта. Она мне сразу понравилась. И вот занимаясь у меня, она проявила себя как очень упорный человек, который ставит цели и, несмотря ни на что, их достигает. Ей удалось за последние два года выполнить кандидата в мастера спорта, причем на достойном уровне. Она показывала результаты, призовые места на международных турнирах, на городских турнирах и соревнованиях, которые мы участвовали в открытых региональных соревнованиях. И всегда себя проявляла как достойный борец, как человек, который хочет показать себя с хорошей стороны. И если она что-то делает, то это она делает по полной программе, как говорится, с удовольствием причем. Алия посещает занятия шесть раз в неделю, каждая длится по два часа. Какими бы сложными ни были упражнения и тяжелыми нагрузки, поблажек чемпионка себе не дает. У нас сложный вид спорта, очень сложная координация, причем физические нагрузки большие идут. А ребенок приходит после школы, причем она в школе тоже учится без всяких поблажек. Занимается, я знаю, что в различных секциях. И когда приходят, конечно, у нас вечерние тренировки и какая-то усталость. Естественно, у человека проявляется. И когда начинается нагрузка, я иной раз могу даже сказать, говорю своим девочкам, девочки, если вам тяжело, идите домой, отдыхайте, ложитесь, смотрите телевизор, там легко. Но Алия всегда стоит, как говорится, за художественную гимнастику. И я знаю, что она никогда не покинет зал и будет заниматься полную силу, преодолевая себя. В соревнованиях, когда я уже готовилась к выступлениям, мне было очень сложно. Физически я очень подустала немножко. Но я все равно себя гоняла, готовилась. И когда уже выходила, я, конечно, волновалась, особенно на мяче. Но там на трибунах были наши девочки, их мамы. Они за нас очень переживали, болели. И когда они кричали, я слышала, и меня это поддерживало очень сильно. И тогда я собралась, сделала, понимала, что столько готовились, и вот на одном моменте все упуститься нельзя. А также на тех соревнованиях вообще я выступила не очень хорошо булавой. Но я когда вышла и с выступления, я очень плакала, переживала. Потом наш тренер, она меня поддерживала, говорила, ты умница, что ты вообще за этот период очень выросла хорошо. И даже если не получилось, у тебя страшно, ты доработаешь. Поддержка тренера и подруг по команде помогают юной спортсменке покорять все новые вершины. Дружественная атмосфера и помощь друзей, которые рядом и в трудные моменты, в минуты радости, несомненно, заряжает и вселяет оптимизм. Несмотря на то, что мы соперницы на площадке, мы еще и проводим время вместе в обычной жизни. Мы ходим гулять вместе, общаемся, ходим друг к другу в гости. Я могу доверить ей свои секреты. С Алией мы очень хорошо дружим. Она моя одна из лучших подруг. Она очень трудолюбивая, общительная. Иногда с Алией бывает тяжело, ну, потому что она упрямится. В характере есть такая упрямость, но всегда мы можем прийти к одному общему мнению и найти общий язык. На все турниры Алия ездит с мамой. Динара Баталова – предприниматель, но, несмотря на свою занятость, соревнования дочери никогда не пропускает. Она сопровождает Алию на тренировках, чемпионатах, следит за ее режимом, питанием, помогает ей справляться с психологическими нагрузками. Я Алие сказала, что если ты выбрала спорт, гимнастику художественную, это нелегкий вид спорта, где затрагивается больше эмоций, время. Поэтому очень важно управлять своим временем. И я, как мама, конечно, в этом ей помогла. То есть мы выстроили свой график. Значит, мы утром в школе, потом мы обедаем, потом у нас идет отдых обязательно перед тренировками. Едем на тренировку, после тренировки у нее тоже какой-то есть отдых. И приступаем за домашние уроки. Поэтому управление временем, конечно, нам очень сильно помогло. Моя задача как матери – это полностью ее поддержать. То есть у нас всегда у меня готова еда, у нас идет правильная еда, правильно питаемся. То есть у нас еда вот на столе – овощи, фрукты, перекусы правильно идут в школе. Вот она и в школу забирает правильный перекус. В семье у Алии особый статус, ведь она первенец и единственная девочка среди всех внуков. Ее дедушка Амангали Габасович – бывший полковник спецназа, боевой офицер. Человек строгий и требовательный, но со своей внучкой он всегда необычайно нежен и заботлив. Кстати, близкие отмечают, что свои настойчивость и упорство Алия унаследовала именно от него. В самом начале, когда она только начинала заниматься спортом, я, в принципе, старался приходить на соревнования. Я очень сильно переживал за нее. Она чуть повзрослела, я перестал ходить на соревнования. Почему? Потому что я очень сильно переживаю эмоционально. Думаю, я приду, вдруг она будет, может быть, немножко комплексоваться, что вот Аташка там сидит на трибуне, да, и где-то, может быть, скажется вот ее какой-то, ну, как ответственно, что ли, передо мной, да. Она, я знаю, что она очень меня любит. И, чтобы не смущать ее, я в последнее время перестал ходить на соревнования. Вот, у нас, в принципе, только Динара ходит на соревнования. Но, что хорошо, она все снимает на камеру и тут же нам высылает. И мы на расстоянии все смотрим. И, естественно, мы всей душой болеем за ее. Алией есть чем гордиться, помимо своих спортивных успехов. Она отлично учится в школе, увлекается иностранными языками, ходит на бальные танцы. Но больше всего девочка любит рисовать. Для нее это самый лучший отдых. Алиюша, она пришла, она очень скромная девочка. Но, что мне очень нравится в ней, трудолюбива. Она всегда очень внимательно слушает, что ты ей говоришь. Пусть даже у нее что-то сразу не получается, но она очень внимательно воспринимает то и критику. Когда учишь ребенка, ты его ведешь, объясняешь его ошибки, объясняешь его плюсы и минусы. И вот она это все усваивает очень так спокойно, доброжелательно и достаточно быстро. Прошло меньше, чем полгода, она делает очень хорошие успехи. А вообще она очень уравновешенный, спокойный, интересный ребенок. С будущей профессией юная спортсменка уже давно определилась. Больше всего ей интересна тренерская работа и детская психология. В практической карьере я хочу заработать мастера спорта. Это моя цель. А когда я уже стану тренером, я бы хотела, чтобы, конечно, ко мне приходили талантливые дети, умные, осознанные. И я считаю, даже если у ребенка нет данных, то с ним все равно нужно работать. Так как он к тебе пришел, ты должен его научить. И нужно понимать возможности всех детей. Родители Алии очень рады такому зрелому и мудрому взгляду своей дочери на жизнь. Не доверяют ее выбору профессии, потому что считают его вполне осознанным и готовы во всем помогать чемпионке. Алия, она у нас очень целеустремленный человек. И получилось так, что она сама нашла свою профессию и сама нашла свой путь далее по жизни. Никто ее не заставлял. Не было такого момента, чтобы мы там как-то силой ее что-то заставляли. Она выбрала свое направление. И мы благодарим судьбу за то, что она сама пришла к этому. Когда мы с ней разговаривали, я ей сказал, что я считаю, что очень важно, чтобы ты сейчас понимала, даже если ты не сможешь стать олимпийской чемпионкой, но ты выбрала этот путь, но ты можешь стать и тренером олимпийских чемпионов. И если ты прямо сейчас в юношестве придешь к этому, поймешь, и даже сейчас, когда мы отправляем тебя на сборы, на какие-то соревнования, ты соприкасаешься с другими тренерами, с другими методиками. Я говорю, доча, будь очень внимательна, обращай внимание, а потому что завтра этот самый бесценный опыт, он будет тебе очень полезен. Порой не только дети, но и взрослые сомневаются в себе, не могут найти свой путь и понять, в чем состоит их призвание. В такой ситуации решение может быть только одно – слушать свое сердце, идти по пути, который указывает душа. Если с самых ранних лет уделять ребенку достаточно внимания и показывать ему, насколько огромен мир и как много в нем дорог, возможностей и решений, он обязательно вскоре найдет свой маршрут, который приведет его к успеху и исполнит все мечты. Ведь дети всегда выбирают именно сердцем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова